Добрый вечер, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров. И сегодня мы с вами отправляемся на матч 1-8 финала, где Янг Шиштов Дуда боролся против Рубиана Круана. Круана подготовил крайне интересный дебютный вариант, который я хочу вам сегодня показать. И мы остановимся на самых интересных моментах этого поединка. Теоретическая дуэль у них возникла в пяти партиях. Итак, сегодня ваше внимание уходит аж 4 в варианте Найдерфа. Один из самых экстравагантных и в то же время популярных ходов, который сейчас прочно входит в репертуар многих, даже элитных шахматистов. Ход весьма ядовит. Итак, первая партия, точнее первая зарисовка, которую хочу вам продемонстрировать, случилась в одной из первых партий этого матча. Дуда играл черными, сыграл Е5, мы с Марией Емельяновой комментировали этот матч. И Дуда сыграл слон Е7, очень быстро, и потом понял, что что-то он не то хотел разыграть. Здесь Круана получил очень приятный плюс по дебюту и стратегически ставил очень хорошо. В дальнейшем проблемы были только у черных. И вот этот момент мы сейчас с вами коротко обсудим. Вот после хода Ж3 возникла такая, в общем, приятная позиция, где белые имеют сильную фигуру на Д5. И очевидно, что черные вопросы по дебюту здесь не решили. Ну и, в общем-то, оценка позиции, конечно же, в пользу белых. Следующая партия, которая случилась в этом матче, уже была сыграна после поражения. Дуда проиграл белыми, и я его очень сильно ругал. Думал, что он сейчас точно в тильте. Однако, вот случилась очень интересная партия. Поменял он, естественно, на линию. Вспомнил, как правильно играть на А4. И мы видим, естественно, никаких слов Е7. А пошел на более острую борьбу. При этом что-то всегда уминал за обе, как говорится, щеки. Итак, Круана после некоторых раздумий сыграл ферзь Д2. Дуда сыграл Д5. Ну и, в общем-то, здесь возникла достаточно такая острая борьба, которая, в общем-то, такая вот табиа у них началась. После некоторых размышлений здесь Круана сыграл в этой позиции ферзь Е3. И Дуда, особо не долго думая, сыграл Д4. Фантастический ход. В общем, я думал, что совершенно точно Дуда здесь, очевидно, играет какие-то уже поддавки. Однако, ход оказался очень сильным. И Дуда, мы видим, что все-таки еще в прошлой партии находился. Судя по тому, что он смотрит вниз и качает головой. Явно он, что в этой позиции был готов на самом деле. Ну а Круана здесь напрягался. Мы видим, что есть над чем подумать. Сел на Д4 принципиальный. После слона Д5, конь Е2. Нарушил гармонию своих фигур. А Дуда, в свою очередь, продолжил вот это вот давление. И, по сути дела, приковал Белых к такой, в общем-то, неприятной защите. Впоследствии очень быстро добился выигранной позиции. Вот такой он позиции добился. Дальше Дуда очень волновался и качал опять-таки головой. Но позиция была настолько выиграна, что, как говорится, даже обсуждать нечего. Однако он все равно был недоволен тем, что он делает. Тем не менее, пару сильных ходов он в этой позиции успел сделать. В частности, сейчас один из ходов будет у вас на экране. Итак, обсуждали мы эту партию. Смеялись над тем, как реализует польский шахматист материал. Но, однако, конечно, он был очень хорош в стадии добивания и не дал никаких шансов американскому гроссмейстеру. Что бы и сегодня неизвестно, но интересно. Батрифер с Д4 мгновенно, да. То есть, в общем-то, Карлан признал себя побежденным. Ну вот, возвращаясь к этой партии, второй партии, в общем-то, все было прозаичным. Вот, мы видим Д4, вот эта вот идея связки с очень сильным ходом Г4, который на ферзь С3 поступил ход ладит Д8. И конь неожиданно потерялся. Третья партия состоялась уже в следующий же момент. Карлана начал думать и решил уже не играть ферзь Д2. К тому, как ему нужно было вспомнить эту теоретическую линию. Я сыграл ферзь Д3. Но после хода Д5, 3-0, ДЕ. Ферзь Е3. Вот этот момент тоже я вам сейчас покажу. Прошу прощения. Да, и вот здесь Карлана поменял, как говорится, линию поведения. Но Дуда отреагировал, опять-таки, не самым лучшим образом. Просто-напросто не помнил, как правильно здесь ходить. И Карлана был близок к победе прямо сразу после дебюта. Сейчас мы этот момент обсудим. Он провел Д5, 3-0. Да, и вот после ДЕ ферзь Е3. По сути дела, критическая позиция варианта, в которой Карлана не разобрался. И сделал достаточно пассивный ход король Б1, как я помню. Вместо того, чтобы принять какие-то мгновенные меры. Могу отметить, что в этом варианте как раз-таки происходили следующие мотивы. Которые, значит, у Карлана ход король Б1 практически везде он пытался сделать. При первой же возможности, вместо того, чтобы периодически просто партию закончить. Ну и вот даже в этой позиции, то есть король Б1, ход достаточно мелкий. То есть можно было играть либо слон Е2, либо принципиально брать на Е4. Очевидно, что и в том, и в другом случае у черных большие проблемы. Ну и вот в возникшей позиции Коан прошел мимо хорошей идеи, связанной с ходом коня А4, которая побеждала мгновенно. Ну и в дальнейшем партия оказалась сложной. В итоге польский шахматист даже смог победить. Ну и дальше, после перерыва, после перерыва, когда уже был переход на трешки, Карлана все-таки подсмотрел, видимо, в своих анализах, варианты связанных с ходом ферз Д2. И, в общем-то, они разыграли вновь этот вариант. Итак, ферз Д2, Д5, я прошу прощения, опять я немножко не то видео включил. Ферз Д2, Д5, да, 3-0, слон Б4, очень быстро Дуда здесь играл. И после хода слон Ж5 возникла вот эта вот позиция, где Дуда начал ошибаться. Дуда точно эту позицию смотрел, но не помнил до конца конкретики. То есть, первая, вообще, позиция на практике не встречалась практически, но это все компьютерные анализы, как мы понимаем. И вот к ходу слон С4 Карлана поставил тут ряд вопросов перед Яном Шиштофом. И очень быстро здесь он попал под каток в первой партии, а во второй партии тоже не разобрался с управлением. И этот момент сейчас мы быстро с вами обсудим. Д5, 3-0, слон Б4, слон Ж5, очень интересная линия поведения, очень острая игра, все фигуры висят. И вот идея была выбить этого коня ходом коня Е7, потому что слон С4, Кшиштоф сыграл Б5, это решающая ошибка. После хода коня Б7 выясняется, что нет времени на БЦ из-за хода коня Ф5 и теряется все. В случае Ферзь Е7 слон Б4, форсированная игра, белые, сыграв король Б1, создали неприятную угрозу Ферзь Е4. 3-0 они лезяли за Ферзь Д3 с двойным ударом, ну и в общем-то черные здесь быстро гибнут. Так оно и случилось в этой партии, быстро добрался Карлана до короля. Ну а в следующей партии, то есть попытался Дудов все-таки вспомнить этот вариант, однако и здесь его ждало разочарование, потому что он вспомнил, но не до конца. То есть он пошел коня Ф5, крон отойдет Ферзь Д2 и здесь надо было играть Б5, однако он сыграл конь Ж3. Очевидно, что какие-то ветки он смотрел, что-то помнил, но здесь очень красиво все равно все произошло. Сыграл ладья Х4, Карлана очень творчески, и на Б5 просто хладнокровно сыграл слон Д3. Казалось бы, белые земнули фигуру, на самом деле идея была в том, что после хода ладья Х4 одна из этих фигур теряется, будет угрожать как минимум скрытый шаг на Б5. Таким образом белые контролируют линию Д полностью. Ну и впоследствии, после форсированных действий, белые отыграли фигуры, перешли очень приятный, практически технически выигранный Эншпель, и в итоге уверенными ходами Карлана довел партию до победы. После чего Дуда перестал играть этот вариант в этом матче, перешел на более крепкое Е5 и добился успеха. Ну посмотрим, что будет сегодня в матче с Веслисо. Будет ли Веслисо продавливать в таком же стиле, как Карлана, или будет играть более надежно, без риска, не проверяя какие-то анализы. Однако мы увидели, что у польского шахматиста здесь были проблемы, и несмотря на большое количество очков, которые он набрал, позиции его были неприятны. То есть типаж позиций для черных был крайне неприятен. Ну что же, друзья, играем этот вариант, пробуем и пишем комментарии. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok